27 января состоялся первый полуфинал в рамках всемирной боксерской суперсерии. На ринг в Латвии вышли Майрис Бриедис и Александр Усик. Александр Усик считался фаворитом, но ближе к началу поединка шансы оценивались как примерно равные. Первый раунд, как и последующие три, прошел в высоком темпе. Бриедис уперся в центр ринга и жестко отвечал на атаки украинца. И как результат, согласно статистике четырех раундов, Бриедис бил меньше, но попадал чаще. Ну, если не сокрушительные, ну, во всяком случае, такие атаки, которые дошли до логического завершения. Один раз в корпус он попал, второй раз туда тоже. Вот в район головы. Ну и Александр также сказали, что каждый раз Бриедис отвечает после атаки и нельзя пропускать. Вот сейчас, как и наращивает обороты Бриедис. Посмотрите, да, он пошел, пошел, выбрасывает удары. Укусик в глухой защите. Перекрылся. И напоминаем вам, что вот Бриедис попал и продолжает, будет, вернее, нам кажется, продолжать атаки по туловищу, потому что Укусик в движении, хорош в движении. Атаки по туловищу, если особенно они приходят туда в обеспечении и бывают точными, то они, конечно, останавливают боксера. Вот хорошее экзамене серия. Вот Укусик взорвался. Пролетел быстро второй раунд. Моментально. Включились. Услышав этот отчет оба боксера. Танцовка нужна и тому другому, безусловно. Гонка уже был. Такой шум, что ни рефери не слышал. Пока там в одном углу не выставили в ринг табурет. Бриедис хорош. Смотрится спортсмен с одной стороны, видны его качества, лучшие, хорошие. Они выпукло смотрятся, ярко. А в коне другого сохранит все это немножко мерки. Вот сейчас как раз попытался, Бриедис, перехватить атаку. Усик здорово сместился назад и в сторону. И столкновение головами. Да, причем серьезное столкновение. По-моему, там рассечение, кстати, у Александра открылось. В сторону Угу. Майорис, я должен сказать, очень хорошо готов к этому бою. Очень. Так оба они, я думаю, понимают риски. Все-таки не будем лукавить. Усика считали фаворитом в этом бою. И вообще считают, считали, считают пока еще. Фаворитом вообще в этом турнире. Главным фаворитом. Как все сложится. Но Майорис очень хорошо готов. Еще раз. Но он продолжает идти вперед сейчас. Бриедис. Моментально пролетают раунды. Опять концовка. Каждый хочет ее забрать. Стой! На этот раз услышали, думаю. Не криминальный. Такой откровенной рубки пока не наблюдаем. Но, в общем-то, наращивание с каждым раундом происходит. Головами опасно достаточно Бриедис. Сейчас снова чуть не столкнулся с Усиком. Пятый раунд стал переломным в этом поединке. Усик значительно поднял темп. И как результат разбитый нос Бриедиса. И в чистую проигранный раунд. Брасывает удары передней рукой. И потом включается вправо пожестче. Боковые удары в туловище. Серия от Бриедиса. Вот так из-за блока аппелькотом отвечает сейчас Александр Усик. Усик хорош, хорош в этом раунде. Да, добавляет Александр. Есть попадание. Вот такой Взюрев устроил в этом раунде Александр Усик. Да, уже разбит нос у бойца из Латвии. Есть хорошее попадание. Встряхивает головой Бриедис. И конец раунда. Это практически с рингом. Последующие три раунда Бриедис не мог подстроиться под украинца. Работа передней рукой Усика сбивала все атаки Бриедиса, который заметно подсел физически. Бриедис свое очень теперь старается работать первым номером. Бриедис заведился. Заметно, ощутимо. Вот сейчас и стало видно превосходство скорости Александра Усика. Его превосходство в движениях, перемещениях. И чем-то бой начинает напоминать поединок против Марка Кука. Вот сейчас да. И снова передняя рука Александра. Не, ну это был бросок. Не через бедро, но бросок. И снова в атаке. Быстрее, точнее Усик. Невой тайминг лучше. И передняя рука работает идеально сейчас. 30 секунд до окончания седьмого раунда. С дистанции. С дистанции начал атаку Усик. И продолжает ее. Да. Сейчас превосходство украинского чемпиона, конечно. Самый неудачный раунд для Бриедиса. Просто однозначно. И как мы и как раз отмечали, и как сам Александр Грёдов здорово попадает слева. И какое смещение было сразу после этого. И великолепный джек в исполнении Усика. Вот неплохо сейчас. Чуть-чуть остался на дистанции. Александр Усик. Брэдис воспользовался. Ну вот сейчас попал. Брэдис попал второй раз. Вот здесь у него могут быть шансы. Вот эти попадания, пожалуй, здесь. Но посмотрите. Усик еще больше нарастил. Но надо брать реванш, конечно. Девятый и одиннадцатый раунды. Майрис Бриедис работал у канатов. Не потому, что была такая тактика. А скорее всего, потому что Александр Усик постоянно поджимал латвийца. И не давал ему пространства для маневров. Но тем не менее, Бриедису удавалось проводить одиночные удары на контратаках, которые пятнадцатитысячная арена встречала бурными овациями. Да, ложатся, ложатся. Перчатки Усиков по целу. В двенадцатом раунде Александр Усик решил сохранить преимущество и действовал осторожно. А у Майриса Бриедиса не осталось сил на финишный рывок в поисках лаки-панча. Ну вот, Майрис, в последний решительный бросается. Ну, последняя минута, да, у него есть на то, чтобы... А что, есть лаки-панч, такой в боксе бывает. У Усик сейчас просто, мне кажется, так, дорабатывает этот финальный раунд. Он понимает, что победа близка. Да, старается не зарубаться. Да, хочет исключить просто в саду. Неожиданно. Ну вот, посмотрите, один удар правый, чуть-чуть сбоку. Бриедису удался. Опять-таки берет Юсик Риван в студию. Финальный гонг, друзья. Бой окончен. Финальный гонг, друзья. Александр Русик взял два форума. Вот это напряженничий момент. Итог судей. Победа Александра Усика решением большинства. Александр Русик выходит в финал и становится чемпионом по двум версиям. WBO и WBC. Где будет ждать победителя пары Мурат Гассиев Юниард Артикос. Победа Александр России. Продолжение следует...